привет друзья я автор канала империя здесь мы показываем все про османскую империю и великолепный век и сразу начнем и снова великолепная турецкая сага показала нам хальвет александры и сулеймана ох уж этот хальвет насколько он был важен для султана и его наложниц подготовка рабыни к ночи с падишахом проходила также как мы увидели сериале великолепный век и правда ли что был такой термин как хальвет что это вообще такое в османской империи вы удивитесь узнав что вот это хальвет и вот это тоже является хальветом а как же ночь султана с женщиной нам что опять солгали нет давайте я расскажу вам детали хальвета откуда он появился этот термин что он означал и как на самом деле устраивалась та самая интимная связь наложницы с господином термин хальвет пришел в османскую империю из суфизма фактическим его значением является быть в одиночестве молиться чтобы вы лучше понимали что такое хальвет первоначально предлагаю вам вспомнить сцену сериала когда после казни мустафы султан сулейман удалился на несколько дней в подземелье устроился в помещении метр на метр и молился отказавшись и от привычной пищи тоже вот это истинное лицо хальвета во времена османских султанов термин объединили с сексуальностью или как я бы сказала с интимной связью падишаха с тех пор быть ночью наедине с наложницей в покоях султана тоже стала называться хальветом в исламе запрещено чтобы мужчина и женщина не состоящие в браке оставались наедине закрытом месте иначе это хальвет для того чтобы это было возможно они должны состоять в законном браке также есть еще право для этого она позволяет быть наедине в комнате если нет никаких других препятствий для сексуальных отношений мы же знаем что отношения султана и его рабыни разрешались исламу так как рабыня это имущество падишаха какими были правила для хальвета с султаном в отличие от той информации которую много раз уже слышали что якобы наложницу султану выбирала валиде султан или главный евну на самом деле правило попадания рабыни в покое султана в разные времена отличались гарем в османской империи появился не только с момента провозглашения нового государства он также существовал и во времена сельджуков и в эпоху когда основная масса туркского народа вела кочевой образ жизни и здесь я не могу не сказать вам об очень интересной исторической детали правление женщин на этих землях началось задолго до того как в мир пришла роксолана в государстве сельджуков были жены султанов которые активно вмешивались в политические дела да и в племенах тюркских кочевников женщин воинов было немало так что противником хюрем стоит подучить историю прежде чем говорить о том что с ее появлением в династии начало разрушаться османское государство конечно это не так но мы ушли от нашей темы все девушки гарема которые считались наложницами султана каждый день читали одну и ту же молитву открой мне дверь мой султан недословный перевод разумеется чаще все-таки являясь хозяйка гарема скажем так начиная с конца 15 века начало 16 именно валиде султан выбирала наложниц для своего сына султана каждая девушка мечтала попасть на ложе повелителя так как для нее это было прекрасным шансом родить ему шекзаде получив тем самым лучшие условия для жизни отдельную комнату свою прислугу другое меню и так далее украшение красивой одежды никаких забол они выглядят как принцесс у этих избранниц комнаты хорошие спят мягко доедят сладко а мы мария смотри на кого мы похожи может и нам повезет никакого фиолетового платка в истории не существовало хотя конечно этот жест мне очень нравится вообще султан практически не видел свой гарем существовало правило что когда туфли падишаха своими каблуками стучат о пол все девушки должны разбежаться по комнатам попасться на глаза султану было серьезным нарушением дисциплины и за это наложница обязательно была наказана после того как была выбрана наложницей для хальвета почти все происходило как в сериале великолепный век девушка посещала хамам всякими ароматами делала макияж и надевала лучшие наряды и украшения по золотому пути девушку вел главный евну целовать юбку повелителя кстати придумал султан сулейман это касалось всех подданных кому это было дозволено что интересно так это то что на самом деле султан и наложница никогда не оставались в покоях одни но видимо евнухи которые были обязаны находиться в это время в комнате султана не считались живыми людьми а все тем же имуществом в их задачу входило обеспечение бесперебойного света от свечей во время интима падишаха девушка не оставалась на всю ночь хюрем это из ряда вон выходящее правило но с ней сулейман разрушил много традиций однако крайне редко такое было возможно и с другими наложницами я рассказала вам лишь о сексуальной составляющей термина хальвет но и им также назывались многие другие вещи такие например как редкие прогулки наложниц саду или парке или в хамами это турецкая баня есть отдельные ячейки помещения также называемые хальветом а на сегодня все не пропускайте главное подписывайтесь на канал и посещайте вкладку сообщества где узнавайте про османскую империю то что остается за кадром наших видео спасибо что смотрите наш канал и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok